всем привет с вами Алира Валя из Кургады напоминаю мы сейчас отдыхаем в Египте это славный город Кургада отель Штеген бургер аквамэджик очень-очень смешно 5 звезд мы за тур заплатили 25000 гривен плюс тесты и визы примерно 1000 долларов на 7 недель на двоих с вылетом из Киева на 7 недель 7 недель 7 дней да ребята подошло время вам снять еду то есть это в частности будет обед вы часто спрашиваете покажите в таком отеле должна быть очень-очень хорошая еда да еда здесь зачетная вопросов нет без изысков но все очень-очень вкусно ассортимент довольно большой сейчас мы пройдемся и покажем кстати заодно увидите если там очереди нету ли там очередей а вдруг сегодня дадут крабы или лангусты да ладно не давали не давали здесь дадут сразу скажу вам друзья что мы обеды посещаем не всегда ну говорю как есть мы или где-то гуляем выходим с отеля либо просто в бассейне либо в басике зависаем потому что между завтраком и обедом расстояние получается временное небольшое и мы не успеваем проголодаться а так как здесь кормят очень неплохо то наверное не одним и такие которые пропускаем обеда если бы мы ходили завтракать 7 часов когда он начинается естественно к обеду мы проголодались а так как кушаешь допустим 9 10 так часу совсем еще кушать не хочется кстати напишите как вы вообще питаетесь вот в отелях такого класса где кормят просто на убой где все вкусно постоянно уходите на завтрак обед и ужина или пропускаете да или может еще каким-то перекусами балуетесь тоже еще где-то перекусы должны быть да а кто не видел наше видео про ленивую реку смотрите в отеле ленивая река там лениво боятся люди стыда очень крутое решение очень ну что пойдем пожрем как-то как-то так не это ну я не знаю сейчас возьмем какие-то фруктики не за может чай со сладким попью может быть ну супчики честно сказать я здесь ожидал чечевичный суп сколько мы же здесь отдыхаем чечевичным и не пахнет вроде бы да наш любимый чечевичный кстати кто любит супы есть такие кроме нас лайкос погнали по дороге в ресторан проходим снова ленивую реку и очередные бассейны и вот слева уже находится основной ресторан как объяснить гео локацию его два бассейна между ними огромный фонтан ну получается да и вот основной ресторан который уже вот-вот наполнится людьми смотрите какой шикарный вход в бассейн шезлонги на островах и вот эти вот штуки заходы про которые я вам говорила видите можно повисеть в тенечке под пальмами их тут несколько круто также здесь есть открытая площадка где вы можете тоже пообедать от кушать и чтобы вам не мешали птицей если такое решение но весь прикол знаете в чем что там все равно есть в руби да но они потом вылететь не всегда могут а в этой сет они там в зале вылетают сюда как они а вот там есть вход вот там справа и туда они вылетают ну как видите площадка пустая хотя обед уже начался там уже и воробьи летают я вижу хотя столы еще пустые вот он город вошли нестандартно не с центрального входа через летнюю терраску вас смотри сколько воробьев и когда они залетают внутрь тогда они уже туда вылететь могут с трудом ой кондиционер нас встречает кондиционер но я уже вижу огромную толпу людей это только-только начало обеда с вашего разрешения расскажешь про зону а я пойду за минута да обязательно как видим за сервированные сразу же столы приборами и салфеточками детские стульчики и наш корабль с едой а мы занимаем места это центральный вход а мы занимаем места в зоне 18 плюс что это значит легко догадаться деток здесь не будет и под ногами вас легко бегать не будет очень-очень удобно в ресторане работает кондиционер и во время пандемии это редкость перед обедом нужно выпить водички а я пока весь покажу как сервируют столы это обеденная серверовка ребята опять же без изысков но здесь достаточно вилок десертные там несколько ножек а вложка риски все столы в основном за сервированные на четыре человека но есть вот допустим с краю и на два человека но мы не знаю мы почему-то да но мы в основном занимаем почему-то на четверых да потому что вы едите за четверо профи нет в отеле очень много отдыхающих немцев и арабов но больше нет больше немцев русскоязычных буквально наверное может даже меньше потому что их действительно очень-очень немного начну сразу показывать хлебушек и булочки потому что они грамм грамм в одном ходе хлебушка очень много и он здесь вкусный лайм и греночки в отеле всегда два вида супа давайте посмотрим с макаронами в общем какой-то зеленый кремовый так недалеко находится бар давайте здесь снимем фруктовые тарелки но это стол диабетиков здесь вареная картошечка курица вареная рис и рыбка вареная вот так вот многое блюдо представлено пьета кофе-машина в отеле всегда беру себе flat white очень вкусный набирают вам наливают официанты самому нельзя чай чайный домик вернее тут бар как обед только начался стол пустой но сейчас его наполнят вот теми вот соками кола фанта спрайт есть даже кола зеро и здесь сейчас у нас будет ананасовый апельсиновый яблочный каркаде манго в общем соки присутствует алкоголь и тяжелые и холодильник с веном белое красное вино детокс ватер есть на баре есть и столовой что это значит то и видел вот пока листья айсберга плавают в воде который вы можете налить и выпить да как бы смешно это не звучало выглядит как будто здесь моют салат а еще бывает такое с яблок и с огурцов всевозможные виды пасты вам приготовят подогреют в соусе томатном и сливочном раз кто любитель дальше у нас осенью да он и должен за картошкой фри люди ждут здесь тоже паста так чтобы не создавались очереди он и солска наш огромный корабль с едой ты видел что раздача как корабль сделано да 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 я все видел девушки на раздаче все в масках в перчатках очень аккуратненькие любезные кладут еды столько сколько вы захотите и снова примеры еды у нас на тарелке чтобы не заглядывать туда мясо тушеное рис вот это дайс посоль зелено-остросковое картошка с кетчупом картошка с кетчупом тартелони с томатным соусом курочка тоже с томатом и оливками готовые салаты с заправками нарезанные уже я предпочитаю овощи взять которые целые также салаты вот такие оля оливье ледиска вареные овощи бурячок ой какой вообще молодой парень на раздаче стажер видать здравствуйте рыбный салат рыбный салат рыбный салат фасоль ой вот это наверное вкусно лаппен лаппен я не знаю что это но выглядит аппетитно как наш сырковый салат с морковкой макарошек салат нут идемте дальше вот он наш карабу оаа маслинки, оливки, соленья это я обожаю вот эти маслинки коломаса сорт называется овощи и их можно разными-разными заправить маслами полить лайн салат помидор капуста салат видов смотрите 5 штук и такие в станции овощные здесь две дабы не создавать очередь почему-то я не вижу сегодня огурцов странно огурцов нет но они всегда бывают тут у нас микс из овощей похоже да вегетарианский микс это с рыбой наверное курица карри я не могу понять что это что-то в бешамеле баклажаны похоже рис вот такой и рыбка и все еду постоянно подносят так что вам ее точно хватит зал ресторана очень большой в принципе больших очередей не бывает да можно постоять если перед вами 1-2 человека их очень быстро обслужат ну и крайний последний стол на наш обед это сладкое и фрукты очень много разных пироженок канапешек восточные сладости вот это что-то из теста ну не знаю здравствуйте некоторые не хотят сниматься поэтому камерой пикать не буду воздушные суфлешные десерты это тоже восточная вот это очень вкусная штучка это как прям волосатое что-то восточное красненькие пироженки красиво выглядит вот вот так и все заметьте на льду все находится на льду и фрукты сегодня на обед громад гуала яблот лептиньки сливы это у нас что апельсин гриб фрукт какой-то зеленый бананы здесь дублируются фрукты они есть как в порезанном виде так и в целом кетчук майонез сюда здесь находится не знаю почему он возле фруктов для меня это странно сукие завтраки есть даже на обед булочки и вот это для меня новинка это хитстэйшн детская станция где детки видите могут дотянуть сюда еды и себе что-нибудь взять хоть это будут овощи или кироженки так тут у нас сосиски и макароны с разными соусами есть еще посадочная зона так что мест реставания очень много пойдемте посмотрим что мы себе взяли забыла сказать вода в отеле бутылированная и берете в неограниченном количестве у любого официанта просите вам приносят водичку это все это все что мы едим супчик все основное но не знаю ты мясо будешь какой-то есть там есть мясо курица рыба говядина куча всего пойду что-нибудь добыть как сказать добью добуду добуду у меня тоже суп запах обалденный фрукты и что это я вижу это не наши не это какой-то человек принес все я поняла приятного нам аппетита не учла при обзоре у нас сегодня морепродукты смотрите вот даже попалась креветочка рыба кальмар да кальмар есть ну в общем как-то так морепродукты все-таки в отеле присутствуют хоть в минимальном количестве но это радует мы чисто честно сказать отобедали ради вас потому что мы обедать не собирались мы последние дни вообще никуда не ходили на обед как тебе обед Валя ну первый раз был самый вкусный супчик крем-супчик пюре да мне кажется наш зеленый борщ сбили да блендернули первый раз были морепродукты довольно вкусно салатик покушали в общем мы сами все видели да даже попробовали сладкого тоже сладкое в принципе неплохое но не все мы любим сладкое хотя Валя сладкое вообще не ест вам решать стоящий обед в отеле или так себе слабенький показали как есть да расскажите пожалуйста вот как вы считаете для отеля штегенбергер аквамэджик это хороший отель ой это хороший обед это крутой или в принципе нечто усредненное наше мнение хочу сказать что в принципе никакими продуктами они здесь не удивляют единственное что видать шеф-повар здесь на уровне потому что все приготовлено очень вкусно ребята реально действительно все вкусно а если а если а если вас интересуют мнения о других отелях турции и египта милости просим наш чат для путешественников это группа вайбер ссылочка в описании где мы все делимся мнениями и впечатлений об отелях вступайте с вами на позитиве из кургады Олег и Валя и всем пока до сих пор